Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азат Жумаханов и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Встреча года. Акимобласти Амандык Баталов провел отчетную встречу с населением. Модный бизнес. Предпринимательница из Капшига открыла учебный центр по подготовке профессионалов моды. Возрождая национальные игры. В Жамбулском районе прошли соревнования по Курпару. 12 команд выясняли сильнейшего между собой. Итог еще одного года работы Акимобласти и его аппарата подвели сегодня. За этот период в регионе отмечен существенный экономический рост. Однако некоторые социальные вопросы требуют особого внимания. На сегодня в городах и селах области не хватает порядка 250 специалистов в сфере здравоохранения. Ровно половина из которых врачи узкой специализации. Еще предстоит решить вопрос трехсменного обучения. Обеспечение жильем также является одной из насущных проблем ЖТСО. Об этих и других трудностях региона и ожидаемых решениях говорилось на отчетной встрече Акима Алматинской области Амандык Баталова с населением. Открытый диалог власти с народом, который состоялся в драматическом театре имени Бикин Римовой, носил ярко выраженный социальный характер. Гульнас Мустафа продолжит тему. Свой доклад первый руководитель Алматинской области Амандык Баталов начал с социальных вопросов. И это не случайно. Краем ЖТСО взят курс на возрастание социальной ориентации экономической политики. Поступление в бюджет области составили более 500 миллиардов тенге. Это позволило увеличить расходы на решение социальных вопросов. 75 процента бюджета направлены на решение социальных вопросов и создание комфортных условий проживания. В том числе ремонт дорог, строительство жилья с инженерными сетями, водоснабжение, газификация, развитие жилищно-коммунального хозяйства. Расходы только на образование увеличились на 59 миллиардов тенге или на 28 процентов и достигли уровня 266 миллиардов тенге. За последние пять лет в области построено 75 новых учреждений среднего образования. Тем не менее, проблема трехсменных школ остается острой. На сегодня таких в регионе 38. В связи с этим, отметил в своей речи Амандык Баталов, назрела необходимость строительства еще 21 школы. Также прорабатывается вопрос строительства учреждений образования за счет частных инвестиций. Первые такие уже появились в Каратальском и Карасайском районах. Наряду с этим будут закуплены 70 комфортабельных автобусов для перевозки детей в школы из дачных массивов и маленьких сел, на что выделен 1 миллиард тенге. Многое делается и для развития здравоохранения, однако и здесь немало проблем, над решением которых активно ведется работа. Существует дефицит медицинских кадров. Не хватает 241 специалиста, из них 126 врачей узкой специализации. В этой связи для привлечения специалистов в этом году при рассмотрении бюджета мы планируем приобрести 126 квартир во всех районах и городах. На это мы посчитали и выделили 756 миллионов тенге. Он часто слышал жалобу на работу скорой помощи. Мы проанализировали данную ситуацию. Я дал поручение. Первая причина это очень где население много районных, количество бригад не соответствует нормативу. Также не хватает транспорта. Поэтому мы решили, что к тем 35, которые выделяет республика, мы докупим за счет местного бюджета еще 35 и этот вопрос полностью закроем. Основной упор в области делается на поддержку нуждающихся жителей. В рамках социальной карты оказывается помощь малообеспеченным многодетным семьям. Более 40 тысяч детей получают в школах бесплатное горячее питание. Еще столько же студентов и многодетных матерей пользуются бесплатным проездом. Но и это не все. Бесплатно подключены к газу порядка двух с половиной тысяч семей. Еще в 22 тысячах жилых домов установлены датчики угарного газа. Открываются реабилитационные центры для детей-инвалидов. Расходы на их социальное обеспечение увеличены. Однако вместе с тем социально-экономический рост влечет рост демографии. И как следствие все еще имеет место большая очередность на жилье. И сегодня в очереди стоит 50 с лишним тысяч человек. Из них 20 тысяч социально уязвимые, 5527 многодетные семьи. Поэтому в этом году средства на средства жилья инженерно-инфраструктурные увеличили мы в 1,6 раза и составили 32,6 миллиарда тенге. Но это не предел. В течение года мы будем постоянно делать проектно-смертную документацию, готовить инженерные сети и строить новое жилье. Этот год в Алматинской области объявлен годом газификации. В связи с этим особое внимание будет уделено снабжению населения природным газом. Не менее важной задачей остается и вопрос обеспечения питьевой водой и строительства дорог. По территории области проходит где-то около 314 километров этой дороги. Они к нам обратились в связи с дефицитом рабочей силы. Мы выделили через республиканскую программу ЕМБЕК деньги. Обучили их. Около 250 человек. Мы 200 уже обучили. И вот с наступлением весны работа опять будет идти полным ходом. В этом году они нам обеспечат проезд. В 2021 году дорога будет 100% закончена. Будут все необходимые элементы дороги выполнены. Первый руководитель области подробно становился и на достижениях регионов промышленности, производстве, сельском хозяйстве и туризме. Огромная работа в этом направлении уже проделана. Крупные транснациональные компании сейчас работают в ЖТСУ. И еще ряд инвесторов с мировым именем планируют тесно сотрудничать с Алматинской областью. Не только за благоприятные условия в регионе. Главное – за отдельный подход Акима области привлечения инвестиций. У нас есть инвестиционный портфель в разных направлениях. И в промышленности, и в сельском хозяйстве. Но основной, конечно, это переработка. Компания Bauman имеет столетнюю историю. И когда президент Германии был, ему презентовали этот проект, он очень понравился. Именно в Алматинской области 4 миллиона мы имеем овец. Второй проект, то, что я вам говорил, это добыча вольфрама. Китайцы любят именно мясо птицы. Сейчас совместно с известной компанией Magnum мы строим, будем уже. Мы землю определили, переговоры провели. Крупнейшую фабрику по птице. Куда будет уходить все там? Практически безотходное производство. Кроме того, что задавали насущные вопросы, участники встречи выразили Акима области большую признательность. По их словам, не случайно Амандык Батал возглавляет рейтинг Акимов всех областей республики. Ведь в регионе многое изменилось в лучшую сторону. С приходом его на должность первого руководителя утверждают о ней. Поблагодарить руководство Алматинской области специально на этот отчет прибыла целая делегация из Туркестанской области во главе с Розой Абдрамановой. В самый сложный период вы, Амандык Габасович, со своей командой были в городе Арыс и помогли обрести крышу над головой моим землякам. Самое нужное для нас время. Я не одна, которая благодарит вас и вашу область за ту помощь, которую вы оказали нам. Со мной многие жители Арыса. Благодаря вам мы живем в качественно построенных домах. Спектр вопросов, затронутых на итоговой встрече был довольно широк. ЖТСУСцы на протяжении двух часов задавали вопросы. Ряд касался проектов, реализуемых в нашем регионе. Планируем провести Балхашскую регату, в которой мы уже 20-й год в этом году будет у нас юбилей. Плюс к тому, мы хотели бы приурочить ему к Году волонтеров и сделать именно большое массовое мероприятие с участием волонтеров разных стран. И вот мы хотели бы обратиться к вам за поддержкой, именно совместно проработать этот план. В полях люстрации расположены 42 чека, из них 39 заполнены сточными водами. В летнее время, в жаркую погоду, едкий запах сточных вод распространяется по всему району. И к тому же есть риск, что в любое время сточные воды могут прорвать дамбу и загрязнить реку Усёк, и что приведет к экологической ситуации. И в связи с этим просим вас оказать содействие в разрешении этого вопроса. Выделить денежные средства для строительства полейфильтрации нижней части села Чулакай. На все вопросы Акимом области были даны исчерпывающие ответы. По многим проблемам будут приниматься конкретные меры. Ряд из них требует решения в кратчайшие сроки, а некоторые требуют детального изучения. Словом, задач, над которыми должна и будет работать область, хватает. Главное – нацелить их правильно и решать сообща. Подытожил встречу Акима области. Отчетная встреча Акима области транслировалась в социальных сетях в режиме онлайн. Этой возможностью воспользовались и районы региона, жители которых также смогли связаться напрямую с Акимом области. Как отметил первый руководитель области, ни один человек не останется без внимания. Нерешенных проблем нет. Все вопросы можно изучить и принять соответствующие меры. Поэтому мы открыты для граждан. Вчера до четырех часов я принимал людей, выслушивал их. И сегодня я поговорил со всеми. Каждый вопрос взят на карандаш. По мере возможности свяжемся с каждым и вместе решим. Также для детального разбора проблем и вопросов прямо во время отчетной встречи в фойе драмтеатра сотрудники различных ведомств консультировали граждан в формате одного окна. Гульназ Мустафа, Жасулан Шингенжи, Асейд Дюсимбек, телеканал ЖТСУ. Курсом лидера состоялось первое в текущем году заседание депутатской фракции в региональном отделении партии Нур-Отан. В нем приняли участие более 40 депутатов и членов областного маслихата. Первым заместителем председателя регионального филиала партии Нур-Отан был избран депутат областного маслихата Жамбулат Жюргенбаев. Инновационные и промышленные государственные программы Казахстана на ближайшие четыре года. Образование и наука. Трехсменные школы стали основными темами обсуждения первого заседания фракции. Не осталось без внимания и работа районных маслихатов. Как известно, партия Нур-Отан всегда реагировала на то, что происходит в современном обществе. В населенных пунктах есть насущные проблемы. Партия при этом не остается в стороне. Всегда способствует решению всех вопросов и будет и в пресс следить за реализацией программы регионального развития. Женское дело. Бизнес-вумен в регионе становится все больше. Одна из них – жительница города Капшигай Дина Тайшибаева. Она создала учебный центр в области подготовки профессионалов моды. Таким образом, предпринимательница намерена внести свой вклад в развитие общества. Дина Тайшибаева в индустрии моды уже пять лет. В ее команде 16 человек. Кроме того, успешная предпринимательница делится опытом и знаниями, открыв Капшигай учебный центр. Здесь социально уязвимые граждане смогут бесплатно обучаться по программе «Инбек» на срочных курсах по 10 специальностям, в числе которых стилист и визажист. По окончании курсов участники программы получают специальные сертификаты. Я обучалась в Москве и Дубае. Моей наставницей в этом деле была популярная российская визажистка Диана Омарова. Теперь я открыла свой учебный центр для того, чтобы делиться накопленными знаниями и опытом с молодежью. С каждым годом в Капшигай становится все больше женщин-предпринимателей. Например, в городе насчитывается свыше 4400 малых и средних предприятий, в которых в 55% руководители женщины. За последние два года в Капшигае в рамках проектов «Бастау» и «Школа молодого предпринимателя» прошли обучение 325 человек. Почти 200 из них – представительницы слабого пола. В 2019 году 184 женщины обучились по программе «Бастау-бизнес» при поддержке палаты Атамикен. Из них 62 получили финансовую помощь. На развитие бизнеса было выделено 62 миллиона тенге. Набирает обороты бизнес активность женщин и в целом по региону. По официальным данным, в области насчитывается 120 тысяч предприятий. Около 52 тысяч из них возглавляют женщины. Оказывается, главное найти идею, которая зажжет, а реализовать ее возможно. В этом на своем опыте уже успела убедиться и наша героиня. Евгения Присяжная, Амина Кудайберген, Аманжол Жанкишев, телеканал ЖТСУ. Уже более 40 жителей Алматинской области пострадали от финансовых пирамид с начала текущего года. Вместе с тем в социальных сетях с каждым днем все большую популярность набирает онлайн-игра под названием «Черная касса» или «Котел». Каким образом люди поддаются на уловки мошенников? И как себя от этого предостеречь, смотрите в следующем сюжете. Уважаемые новые гости чата, добро пожаловать. Хочу вам разъяснить правила игры. Внося 2000 тенге, вы получаете 10 тысяч. Положив 4000, получите 20 тысяч. Вложив 6000 тенге, за короткий срок вы сможете заработать 30 тысяч тенге. Так работает система легкой наживы. Доход членам структуры обеспечивается за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Куат Кумбулатов тоже мог стать одними жертв этой аферы. Однако он прекрасно понимал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мне вчера предложила знакомая, что участвовать в финансовой пирамиде. Она указала, что в пятницу она вложила 2000 и получила через буквально сутки 10 тысяч. Потом поверила и вновь вклала эти деньги. Это может быть только лохотрон. Поэтому я не поверил, но я не стал свои комментарии писать в этой группе, а всего лишь наблюдал, как это все происходит. В социальных сетях в последнее время активно набирает обороты еще одна, более существенная азартная игра. В ней участникам предлагают вступить в черную кассу с суммой 14 300 тенге и максимум в течение трех дней получить прибыль в 8 раз больше – 114 тысяч тенге. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, в обоих играх присутствуют основные признаки финансовой пирамиды. Согласно 217 статье Уголовного кодекса РК, ее создание является преступлением и карается законом. В 2019 году органами уголовного преследования начаты 8 досудебных расследований по таким финансовым пирамидам. И текущий год не стал исключением. Уже установлено 40 потерпевших, но их круг может вырасти, потому что граждане не всегда подают жалобу вовремя, а некоторые вовсе не обращаются в правоохранительные органы. По словам представителей власти, несмотря на разъяснительную работу госорганов, граждане периодически попадают в эту конструкцию. Как предостеречь себя от соблазна легких денег и человеческой жадности, поделилась практикующий психолог Ирина Корниенко. Для того, чтобы не попасть в ловушку финансовых пирамид, существует определенный простой алгоритм. Во-первых, вам необходимо принять закрытую позу. Закрытая поза помогает человеку блокировать информацию, которая поступает в мозг, и он воспринимает ее более скептично. Второе – это взять тайм-аут, то есть несколько часов или один день для того, чтобы обдумать ту информацию, которая предлагается ему в данной компании, и навести справки о фирме, которая предлагает ему определенные услуги. По данным прокуратуры Алматинской области, сумма ущерба, нанесенного от деятельности финансовых пирамид, в прошлом году составила свыше 40 миллионов тенге. В этой связи, как отмечают сотрудники правоохранительных органов, гражданам необходимо избегать вложения денег в сомнительные проекты. Закончился карантин для двух российских пассажиров круизного лайнера «Даймонд Принцесс», который сейчас пришвартован в Японии в Йокагаме. На берегу их встретили сотрудники российского посольства. Всего, по данным японского Минздрава, в числе первых сойти на берег смогут около 500 человек. На кадрах из порта видно, что люди небольшими группами покидают лайнер. Кого-то ждут автобусы, кто-то просто садится в такси. При этом только накануне стало известно, что вирус обнаружен еще почти у 100 человек. Причем у большинства никаких симптомов и не было. Тысячи греков вышли на улицы Афин, протестуя против новой пенсионной реформы. Впервые после финансового кризиса текст не предусматривает сокращение пенсии. Но профсоюзы государственных служащих требуют возврата до кризисному режиму, гораздо более выгодному. Главное нововведение – поощрение тех, кто захочет работать дольше. Демонстранцы с этим не согласны. По словам консервативного правительства, проект, за который в пятницу должен проголосовать парламент, направлен на обеспечение устойчивости системы к 2070 году. Оппозиция и профсоюзы обвиняют власти в попытке закрепить законодательным путем меры, которые страна согласовала с международным кредиторами для выхода из кризиса. Новое граффити, выполненное британским уличным художником Бэнкси, заметили на стене в Бристоле, в районе Бартон-Хилл. На стене дома изображена девочка, которая стреляет из рогатки, а над ней словно растекается пятно из красных цветов. Сам Бэнкси уже подтвердил авторство работы в личном аккаунте Инстаграм. Отметим, уличный художник Бэнкси известен во всем мире. Его работы готовы купить за огромные деньги, но при этом сам художник выступает против коммертизализации искусства. К другим темам. По пути Абая. Историки и старейшины рассказали подрастающему поколению о жизни великого казахского мыслителя. Творческий вечер в честь 175-летия Абая Кунамбаева прошел в стенах библиотеки имени Санябова. Мероприятие собрало под свои знамена почитателей творчества поэта. Они смогли поближе познакомиться с песнями великого мыслителя и еще раз вспомнили заповеди Абая, которые актуальны и по сей день. На встрече ребята исполнили его песни и стихи. Жизнь и творчество Абая должны стать одним из ярких спутников жизни каждого человека. Этот вечер имеет большое значение для выполнения общих интересов, глубокого осмысления наследия, передачи будущим поколениям бесценного опыта и знаний великого сына казахской степи. Музей на колесах 19 февраля состоялось торжественное открытие передвижной выставки «Сакская цивилизация Великой степи». Она открылась благодаря содействию сотрудников историко-краеведческого музея имени Мухаммеджана Танжпаева и государственного историко-культурного заповедника «Музея Иссык». На выставке были представлены находки эпохи Палеолита, некрополя Рахат, могильников Уирник и Шошанай. Это ювелирные изделия Железного века, оружие, предметы быта, 21-й ритуальный сосуд. Кроме того, посетители смогли увидеть 17 экспонатов, найденных за несколько последних лет на территории Семеречья в ходе раскопок. Их передали в фонд Алматинского областного историко-краеведческого музея имени Танжпаева, Международная научно-исследовательская лаборатория, геоархеология Казахско-Национального университета имени Аль-Фараби. Данная выставка проводится третий раз в нашем музее историко-краеведческом имени Мухаммеджана Танжпаева. Она будет проходить с 19 по 28 февраля. Здесь выставлены экспонаты, касающие сакской цивилизации. Около 58-60 экспонатов всего выставлено. Спортсменка из Алматинской области завоевала бронзовую медаль в Турции. Айман Ратова, представляющая Казахстан на открытом чемпионате по спортивной ходьбе в Анталии, финишировала третий на дистанции 20 километров. Девушка преодолела цель всего за 1 час, 29 минут и 31 секунду. Это позволило спортсменке не только привезти домой бронзу, но и выполнить квалификационный норматив на участие в Олимпиаде в текущем году. Сегодня ее родные, близкие и болельщики со всеми почестями встретили девушку в аэропорту Алматы. Моя цель – это Олимпиада и там показать достойный результат, потому что пик у меня будет летом. Я надеюсь, что все будет хорошо. Игры кочевников в селе Сарабай Жамбулского района прошли соревнования по кокпар. В древней национальной казахской игре приняли участие 12 команд со всех сел района. Победители получили внушительные призовые. На конные соревнования собрались лучшие кокпермены Жамбулского района из 12 населенных пунктов. Всего 140 участников. Каждая игра проходила в течение 15 минут. За это время наездники демонстрировали самые важные качества. Это равновесие, стойкость и сила. Игры прошли очень динамично. Игры проходят очень хорошо. Все команды сильные, показывают настоящую национальную игру. В принципе, мы все на лошади с раннего детства. Мы хотели бы и дальше развивать казахские конные игры. Национальная игра в Жамбулском районе высоко ценится. И каждый раз соревнования проходят в разных уголках края. Теперь эстафету наездники села Сарабай передали жителям Самсы. Эта игра – наше народное достояние, ценность которую нужно сохранить. И пока есть такая молодежь, которая чтит память традиций казахского народа, наша национальная идентичность не умрет. По итогам соревнований лучшими стали кокпермены из села Амангильды. Им вручили денежный сертификат в 200 тысяч тенге. В финале они встретились с командой из поселка Мбетали. Они получили 150 тысяч тенге. Третье место заняли спортсмены из села Бурган. Их призовой фонд составил 100 тысяч тенге. Алексей Цоя, Манджоу Жонкешев, телеканал ЖТСУ, Жамбулский район. Такой оказалась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова